«Мы должны содействовать энергетической и климатической трансформации африканского континента». Такую задачу президент Франции Эммануэль Макрон поставил перед руководством Евросоюза, который встречается в четверг и пятницу в Брюсселе с лидерами Африки. Его страна председательствует сейчас в ЕС. По данным ООН, к 2030 году глобальное потепление затронет более 100 миллионов африканцев. Им грозят засухи, наводнения, бури. «Экстремальные природные явления усугубляются недостатком продовольственной безопасности и бедностью». Кенийский эксперт считает, что это слишком высокая цена для стран с низким доходом. «Разрушительные последствия изменения климата превысит к 2030 году 50% африканского ВВП», — сказал Роберт Мутами. «Такая пилюля будет особенно горькой, если учесть, что на континент приходится всего 4% от общего объёма выбросов парниковых газов. По данным ООН, Африка нагревается быстрее, чем другие материки. Природные бедствия угрожают сельскохозяйственному производству и водоснабжению. Ухудшение ситуации может привести к перемещению 86 миллионов человек к 2050 году. Депутат Европарламента из Германии считает, что нужно бороться не только против изменений климата, но и за социальную справедливость». «Промышленно развитые страны загрязняют гораздо больше, но африканский континент гораздо больше страдает. Поэтому мы должны ориентироваться на новое понимание справедливости и сотрудничества», — сказал Андреас Шидер. «Мы не должны забывать, что выбросы углекислого газа на душу населения самые низкие в Африке, а наиболее высокие — в Европе, Соединенных Штатах и в Азии». Однако не все африканские страны готовы в ближайшем будущем отказаться от финансовой выгоды, которую дает разработка их богатых песторождений ископаемого топлива. Часть прибыли от этого перепадает и европейскому бизнесу.